Вы уже немножко затронули тему изоляции, и вы мне рассказывали, мы с вами не обговаривали вопросом, мы любим с вами экспромтами. Да, 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 конечно, так интересно. Да, так интересно, и вы мне сказали, что вы на самоизоляции стали более продуктивной и нашли новые для себя возможности развиваться. Мне так хочется, мы уже заканчиваем, но мне так хочется, чтобы вы поделились этим, потому что это правда вдохновляет и помогает каждому мне, и кто будет смотреть это интервью, помогает видеть новые возможности в любой ситуации. Спасибо. Ну, во-первых, то, что мне кажется, мне очень помогает по жизни и в школе, и в университете, и потом позднее, это то, что я умею вычерпывать плюсы из-за каких-то негативных ситуаций. И с этой точки зрения, когда это все наступило, то пару дней было, конечно, что-то такое непонятное, да, наверное, самое сложное, когда непонятно тебе, что делать. Потом я очень быстро, очень быстро составила для себя правила, как я себя веду в этих условиях. Мне очень многие знакомые рассказывали, что они дезинфицировали еду, они не ходили в магазины, там кто-то ходил, они посылали в магазины. Я ходила в магазин довольно редко, делала это, то есть руки мыла я и всегда, и сейчас тоже, то есть с этим у меня слишком много изменений не было. То есть я себе составила правила, что я делаю, я решила, пока разрешается, я буду кататься на велосипеде. И я только в жизни не каталась на велосипеде, то есть в эти, уже прошло три месяца, вот за эти три месяца я каждую неделю точно 200 километров проезжала на велосипеде. То есть обычно два дня по 100 километров. И да, я решила, что я не буду ходить ни с кем встречаться. То есть фактически, представляете, я там больше двух месяцев, я ни с кем не встречалась вот так вот живую. Единственные люди, с которыми я встречалась, это моя дочь, которая живет отдельно, и ее молодой человек. С ними я встречалась, а так больше ни с кем не встречалась. В режиме онлайн я сорганизовала каждую неделю или каждые две недели встречи для своих лучших друзей. Представляете, например, есть у меня одна подруга, она же автора, она сейчас в Венгрии, ее муж уже много месяцев в Швейцарии. Она уже много месяцев не может поехать. Скоро-скоро надеется, что поедет, потому что у нее нет, ну, типа, как-то швейцарского местного жительства. А он только недавно получил работу в Швейцарии. То есть кто-то из Хорватии был из этих друзей. И мы раз в неделю встречались в Зуме или в Скайпе, каждый разговор был на часа два. И тогда просто болтали. То есть было такое общение. Это моя была идея. Просто сразу же, в тот день, когда в Венгрии сообщили про эту самоизоляцию, я себе сказала, что так, что я могу сделать для людей, которые являются моими самыми близкими друзьями. Сразу же им написала, и фактически все откликнулись и стали принимать участие в этих встречах. Это воскресенье с 8 до 10 вечера было. И мы, представляете, мы в это воскресенье с ними встречаемся вживую. Вообще даже не верится. С двумя подругами я встретилась уже на прошлой неделе на террасе у одной подруги дома. Но с другими нет. Так что сейчас мы встречаемся, вообще я не верю. Я не верю, что с одним другом я в следующий понедельник еду кататься на велосипеде, потому что я уже сколько месяцев каталась на велосипеде одна. И сейчас я с кем-то поеду из своих друзей. И что касается своей жизни, то у меня стало энергии намного больше, потому что я поняла, что сейчас у меня появились новые задачи. А как говорится, что под задачи, под цели дается энергия. То есть я и до этого просыпаюсь, я никогда так не лежала и не думала, так, чем бы мне сегодня заняться. У меня всегда целей огромное количество. Я просыпаюсь, скакиваю, кричу или кричу, или про себя говорю, да здравствуй, сегодняшний день. И я была очень рада, потому что запустила вот эту серию интервью. Сейчас я уже даже стала брать интервью на английском языке. Я взяла интервью не только по теме счастья и успеха. Я брала интервью и по поводу переговоров, и по поводу эмоционального выгорания. Масса других тем была. И представляете, у меня в день 5 интервью, но тогда мне же нужно поддерживать себя в ресурсе. И, естественно, я себя поддерживаю в ресурсе. То есть у меня появились новые цели, по цели стало еще больше энергии. Я бы сказала, что многие жалуются по поводу того, что у них такое жуткое настроение было, кто-то был в депрессии, кому-то скучно было. Я ни одного сериала не посмотрела за эти несколько месяцев. Из фильмов, то, что я посмотрела, мне кажется, я, наверное, 4 фильма посмотрела. 4 фильма всего за это время, когда мне там кто-то говорит, что с утра до позднего вечера смотрят телевизор. Я сама делаю фильмы вот сейчас. То есть и это тоже как-то мне так помогает. Плюс еще стала делать вебинары, бесплатные вебинары. У меня был вебинар на тему, как быть в позитиве во время пандемии коронавируса. И это было очень ценно для участников. А потом, несколько недель назад, я проводила вебинар по теме, типа того, что как не крутиться, как белка в колесе. Потому что уже сейчас многие выходят, и многие уже начинают крутиться, как белка в колесе. А это тоже не особенно хорошо по поводу здоровья, это большая страсть. Удивительно, как вы отметили, что от целей приходит энергия. И когда они есть, освобождается и время, и как-то невероятно волшебным образом все происходит. Потому что, вы только что говорили, 5 интервью в день, это как минимум 8, а то и 10 часов. А плюс еще надо подготовиться, да, какое-то время на подготовку. Это правда очень мощно. И вот так вот происходит волшебство, да, когда приходит энергия, и все происходит, как оно должно быть.